Как хорошо, что мы собрались, свободы отставили где-то. Первое выступление на сцене в 10 лет, первая собственная песня в 15. Восхождение к музыкальному Олимпу для Виталия Дмитриенко оказалось стремительным. Хотя когда-то в раннем детстве Виталик мечтал стать военным, как папа. Но судьба распорядилась по-своему. Полностью лишив парня зрения, она щедро одарила его музыкальным слухом и звучным голосом. А бушуют метели, и весна опять придет. Нынешний год для Виталия трижды юбилейный. Недавно он отметил свое 30-летие, 20-летие сценической деятельности и 15 лет авторскому творчеству. Виталий исполняет песни преимущественно собственного сочинения. Но в его репертуаре немало произведений, но стихи друзей, в числе которых немало поэтов-песенников. Музыкальное творчество Виталия берет свое начало в нашем городе. Здесь он начинал писать свои первые песни, здесь формировался как певец и аранжировщик. Работал в клубе поселка Несветаевский. По направлению отдела культуры поступил в Ростовский колледж. Годы учебы оказались самыми плодотворными в плане творчества. Дмитриенко удалось реализовать свою давнюю мечту – создание рок-группы. В течение пяти лет этот коллектив собирал на свое выступление полные стадионы. Сегодня Виталий выступает в составе ростовской группы «Тени». Музыканта гастролирует по всей области и за ее пределами. Об успехах свидетельствуют многочисленные дипломы и грамоты. Кстати, одна из них, а именно диплом лауреата второй степени, нашла своего обладателя прямо во время творческого вечера. Председатель местной организации Всероссийского общества слепых Игорь Николаевич Седов вручил Виталию награду Общероссийского фестиваля молодых исполнителей, состоявшегося в сентябре этого года в Ярославле. Радует то, что, несмотря на те трудности, которые Виталий приходится преодолевать, он не опустил руки и продолжает свое творчество. Наша местная организация очень надеется на дальнейшее плотное сотрудничество с Виталием. У нас большие планы. Так что пожелаем ему удачи. Творческий вечер Виталия Дмитриенко, состоявшийся в библиотеке имени Горького, завершился в дружественной атмосфере стихов и песен.